Эта территория некогда успешного колхоза «Большевик». Предприятие обанкротило, земля оставалась в федеральной собственности. Чтобы привлечь инвестиции в округ, губернатор Владимир Владимиров обратился к президенту с просьбой перевести пустующие гектары в регион. После завершения процедуры передачи, когда мы проводили инвентаризацию, по данному земельному участку было установлено наличие незаконного землепользователя, который без правоустановочных документов осуществлял деятельность на данном земельном участке. Это юридическое лицо. Больше 31 тысячи гектаров подпашни и пастбища заприметил частник. Племзавод имени Калягина решил не упускать такой лакомый кусок. Да ещё и практически за даром. В рамках банкротства приобрели часть имущественного комплекса Федерального государства инвентарного предприятия «Большевик», но не приобрели права на земельный участок, но при этом земельный участок продолжали обрабатывать. Несколько лет владелец предприятия незаконно обогащался на Ставропольских землях в обход налогом в краевую казну. А после того, как его разоблачили, делец не торопился покидать угодья и стал судиться. Региональное министерство имущественных отношений каждый раз доказывало в судебных процессах свою правоту. Тем временем на площадку зашёл крупный инвестор с масштабным проектом в сфере мясного животноводства. Отрасль, она очень большое значение играет в экономике Ставропольского края и в нынешних условиях. Импортозамещение, продовольственная безопасность – это то, чему правительство уделяет очень большое внимание. Но руководитель племзавода имени Калягина снова решил напомнить о себе с новым иском. На этот раз на 355 миллионов рублей. Требует он эти деньги из бюджета Ставрополья. 355 миллионов за якобы произведённые на этом земельном участке улучшения. Что они имеют в виду под улучшением? Они предполагают, что бюджет должен заплатить за все эти удобрения, которые они в течение деятельности на этом земельном участке выносили в целях получения урожая. Позиция краевого мин. имущества – однозначно доказать в суде, что все предъявленные требования надуманные и незаконные. Заседание арбитража назначено на 17 марта. Кира Мартынова, Иван Фильянов, Павел Селивёрстов, Ставропольское телевидение.